Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео в прямом смысле слова из моего шкафа, где я храню свою косметику. Вот там, вот моя рука. Всем привет! Украшения, лаки, какие-то сумки, каблуки. И еще раз сумки, еще раз обувь. Здесь у меня в основном такое все на выход. Парадная. Моя любимая куколка Маруся сидит, лапочка моя. У меня сын боится эту куклу, поэтому она сидит, живет в шкафу. Все вам покажу, расскажу, почему храню в шкафу свою косметику. Потому что мне так удобно. У меня раньше был такой комод специальный с зеркалом, но мы переехали в новую квартиру, и он остался там. Жильцам он нужнее. Поэтому меня все устраивает. Беру утром свою необходимую базу. Здесь у меня соседняя дверь, это ванная комната. Крашусь и потом все ставлю на место. У меня везде порядок. Итак, давайте начнем. Вот моя стойка для косметики. Это вся моя косметика на данный момент. Я недавно делала видео о расхлаблении. У меня вся рука белая. Я недавно, сегодня практически, вот прям вот недавно писала картину. Поэтому не обращайте внимания на эти белые штуки. Это краска. Она смывается в течение двух дней. Масляные краски, они, конечно, да, тяжело смываются. Ладно. Лирическое отступление, да. Вот моя косметика. Я недавно делала видео о расхламлении. В этом видео я избавилась от большого, на мой взгляд, количества косметики. Здесь осталось только самое-самое лучшее, самое любимое, самое необходимое, самое проверенное, скажем так. Я сейчас вам все это покажу. Ну как, покажу. Не буду рассказывать о каждом продукте отдельно. Если вам будет интересно, посмотрите видео о расхламлении. Я там показываю каждый продукт, делаю сводчи и так далее. Покажу вам сегодня несколько новых помад, которые у меня появились. Ну и, может быть, сделаю акцент, задержусь на каких-то самых-самых моих любимых продуктах. Итак, давайте начнем. Вот это вот полочка, как бы стоечка. Здесь у меня мои тональные основы, румяна, тушь для ресниц. Вот, раз-два, две сегодня у меня туши для ресниц на данный момент. Вот такая подводка, тушь для бровей. И дальше идут кисточки. Кисть Шанель, кисти Шуи Мура, Наполеон Пердис. Наполеон Пердис или Пердис, я не знаю. Это греческий такой визажист. У него своя марка косметики. Он продается в Австралии. По-моему, в России он не продается. Ну, неплохой. Шантекаль. Вот, хочу обратить внимание на эту кисть. Очень хорошая кисточка. Если кто-то любит классные кисти, я бы рекомендовала, наверное, ее. Прекрасная. Дальше у меня здесь спрей для косметики, чтобы она лучше держалась. Я никогда им не пользуюсь. Надо, наверное, кому-нибудь подарить, отдать, кто действительно, кому это пригодится. Любимые Шантекаль, румяна, где я левая, тоже показывала их. Вот это вот моя база. Вот это моя самая любимая вещь. Сейчас две вещи. Сейчас в каждодневном макияже. Это Вестман Ателье. Вот такой вот стик фаундейшн. Обожаю. Ребята, обожаю. Знаю, что в России пока эта марка не представлена. Но очень надеюсь, что она будет представлена. Великолепная. Великолепная. Легчайшая в использовании. Ну, мне подходит. Я не очень привередливая, наверное, в макияже. Ну, вот такие продукты, когда я нахожу, я просто готова петь им дифирамбы. Вот это Шантекаль. Это вот прям мои самые любимые, наверное. А дальше вот и такие румяна. Тоже их обожаю. Стики делать не буду, потому что все есть в видео о расхламлении. Кому интересно, посмотрите. Дальше. Идем дальше. Здесь у меня хранятся вот тут вот пудра Шанель, которой я практически не пользуюсь. Дальше. Так, уберу. Метеориты Герлен. И если мы заглянем туда, там лежат Шантекаль 2. Две палеточки теней. Угу. И все. Угу. Так, сейчас покажу вам. Ну, палетки Шанель теней Шантекаль я показывала. Тача, праймер. Я положила его сюда. Я хочу его уже, как говорят, добить. Тут прям осталось практически. Ничего не осталось. Классная вещь. Тоже, надеюсь, марка будет скоро представлена в России. И у вас появится шанс попробовать ее. Опять Шантекаль. Это такая у меня палетка. Вы можете покупать сами вот этот кофр, палетку и уже начинку сами составлять. Можно сюда тени купить. У них в рефилах продаются. У меня здесь румяна. Очень удобно, мне кажется. Так. И две палетки теней. Я уже их часто показывала. Очень их люблю. Покажу еще раз. Просто вот так покажу. Раз. Два. Это вот прям, знаете, такая каждодневная база. Если хочется тени. Вот. Это. Это моя история. Дальше. Новинка. Помада Шантекаль. У меня был недавний день рождения. Мне подарили вот эту помаду. Это у них увлажняющая помада. У меня есть уже такая в красном оттенке. Очень красиво. Все время я ее не там открываю. Сейчас открою уже и выкину коробочку. А это такой красивый очень нюд. Я последнее время ищу везде красивые нюдовые оттенки. Этот оттенок называется Мираж. Вот такой он прекрасный. Я уже ее попробовала. Сейчас сделаю вам сводч. Ну класс же. Мне очень нравится. Мне очень нравится этот оттенок. Хорошо ложится на губах. Увлажняет. Уходовые компоненты содержат в себе. Прекрасное. И дальше. Вот здесь у меня тоже еще две новые помады. Сразу вам их покажу. Это Бэр Минералс. Ни разу я еще не пользовалась помадами Бэр Минералс. До сегодняшнего дня. Это тоже подарок на день рождения. Одна матовая. И другой блеск для губ. Матовая помада мне понравилась. Я ее использовала уже два раза. Она реально не сушит губы совершенно. И я очень хотела именно вот такой вот красивый цвет. Он здесь смотрится более розовым. На губах он смотрится немного светлее и более фиолетовым. Но камера не очень передает. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Для голубых глаз я бы вот прям рекомендовала. Классный. И вот такой вот блеск для губ. Цвет. Цвет классный. Цвет такой знаете как шоколад. Как такое... Как карамель может быть. Вот так он выглядит. А самое прекрасное в этом блеске, что он пахнет реально шоколадом. Это так прикольно. Называется он... Я в общем короче не могу сейчас разглядеть как он называется. Простите. Я напишу все названия помад вот этих новых внизу под видео. Так, дальше здесь у меня еще моя любимая нюдовая, про которую тоже часто очень спрашивают. Шуи Мура в оттенке BG 923. Девочки, если есть доступ к помадам Шуи Мура, попробуйте. Они просто прекрасные, великолепные. Вот наряду с Шантекаль они мои самые любимые. Дальше Шанель. Не палетки, а вот такие вот в таких баночках тени. Тоже не буду на них застрять внимание. Еще вот такие однушки от Шантекаль. Я вот сейчас себя поймала на мысли, что у меня очень много Шантекаль. Так, дальше здесь идет хайлайтер. Тоже это Вестман Ателье. Классный. Он очень классный. Многие мне написали, что у Шанель вышел подобный хайлайтер. Я еще пока не было у меня возможности дойти до бутика Шанель, попробовать их хайлайтер. Но вот этим я очень довольна. Это вот сейчас единственный хайлайтер, который у меня остался после моего, как бы, после моей чистки моей косметики, скажем так. После моего расхламления. Вот такой тональный крем. В нем я каждое видео практически. Это L'Oreal True Match в оттенке Honey. Номер 6. Номер 6. Он классный, но вот на каждый день, вот если вот на целый день его носить, он для меня немножко тяжеловат. Все. Дальше здесь лежат Шанель. Тоже тени однушки. Дальше мои любимые капельки Рохта. Японские. Обожаю их. Обожаю, обожаю. Делают вот реально уставшие глаза, отдохнувшими, свежими, какими-то вот просто прекрасными. Люблю их очень. Ну и все. А дальше здесь идет уже моя Шанелька любимая. Тени, пудры. Я все это уже показывала. И вот такая вот вещь. Накладные ресницы ждут своего часа. Надо мне их как-нибудь. Корейские. Это, по-моему, корейские реснички. Мне нравится, что они вот так вот пучками. Надо как-нибудь их попробовать наклеить. Для видео хотя бы. Не знаю. И давайте перейдем уже к украшениям. Ну что же. Давайте теперь перейдем от косметики к украшениям. Здесь мои клипсы тоже хранятся в такой коробке из Икеи прозрачной. Я обожаю клипсы. Они, мне кажется, уместны всегда и везде. Главное, без перебора. Ну просто. Просто потрясающие, красивые. Всегда у меня везде пробки. Кто меня давно смотрит, знают. Люблю. Люблю клипсы. Кому интересно, есть отдельное видео. Прямо вот только посвященное моим клипсам. Дальше здесь такая коробочка с браслетами. Вот такой красивый браслет. Это Вольтер Ван Бериндонг. Такой импозантный очень дизайнер. Вот его такой символ. Он сам такой очень большой, крупный мужчина с бородой. Как я уже сказала, импозантный. Вот такие вот ручной работы часы. Шикарно смотрятся. С чем-то таким простым. Ну мне нравятся такие вещи. Так, дальше. Ну вот эти заколки уже многие видели, спрашивали. Они сейчас очень популярны. Если кто-то еще вдруг их не нашел. Их, мне кажется, можно везде и на Алиэкспресс найти, и где угодно. Ну прикольные заколочки. Правда, уже очень популярные. Когда все слишком популярное, как-то неинтересно. Вот тоже вот такие заколки у меня. Дальше здесь браслеты. Вот такой вот очень красивый браслет Кеннет Лейн. Винтажный у меня слоник. У моей подружки Вики жираф. Вот так мы и ходим. Я со слоном, она с жирафом. Тоже винтажный костяной браслет, у которого надо поменять вот этот эластичные резиночки, потому что они очень сильно растянулись. Я его не ношу, боюсь, что он потеряется. Любимейший Кристиан Диор браслет старинный. Очень громкий, очень шумный, но красивый. Вот здесь даже есть у него пометка, что это Кристиан Диор. Ну, если кому-то важно. Так, дальше вот такой браслет. Такой вот тоже красивый винтажный. Такой. В общем, я люблю. Я люблю вот такое вот все золотое, цепочки. Мне нравится. Вот такая пара сережек. Уручная работа. Серьги из Бразилии. Бренд называется Калейдоскопио. Они потрясающие. Они очень красиво смотрятся. Блестят. Позолоченные вот эти вот у них детали. Стразы сваровские. Натуральные камушки. Ну, у меня нет слов. Мы когда-то продавали этот бренд у себя в магазине. Ну, и, конечно же, я себе зацепила вот такую вот пару серег. Вот такая моносерьга. Крайне неудобная. Ну, иногда можно носить. Вот с этим все. Дальше здесь идут у меня мои лаки. Я храню. В основном, как вы видите, все Шанель. В свое время мне много очень подарили лаков. Именно Шанельевских. Я их очень люблю. Вот сейчас на мне вот этот черный лак. Селебрити. И сейчас мне еще очень нравится этот бренд. Называется Смитсен Культ. Я его прям вам рекомендую. Если у кого-то есть возможность попробовать лаки Смитсен Культ, обязательно попробуйте. Они классные. Они очень классные. Легко ложатся. Долго держатся. Прекрасные лаки. Также классный бренд Мавала. Я уже говорила из Швейцарии. У них огромное количество разных цветов. Линеек. Хороший. Жемчуга. Стразы. Дорого, богато. Ну, куколка. И вот там такие вот маленькие клатчи-сумочки. Вот эта сумка. Почему я храню сумки здесь, в шкафу? Потому что Элвис грызет сумки. Ну, и будет обидно, если он сгрызет мои любимые сумки. Мне кажется, да? Ну, и все. Вот тут у меня обувь. Видео о обуви у меня тоже есть в моем плейлисте гардероб. Кому интересно, заходите, посмотрите. С того момента у меня больше новой обуви не прибавилось. Вот здесь показываю моя куколка Барби. Она не винтажная, но очень симпатичная. Очень ее люблю. Все. И Маруся. И Маруся сидит. Маруся и кукла Барби-космонавт. Ну, и наверху там все такое. Как вы видите, буа, блестки, крокодилы, змеи. Ну, сумки я люблю. Сумки я люблю обувь. Я люблю винтажные украшения. Надеюсь, вам понравилось мое видео. С вами была Аленка Блок. Пишите, пишите свои комментарии. Всегда приятно вас читать. Все. На этом все. Пока-пока. Чао-чао. Пока. Извиняюсь, что сейчас камера дергалась, потому что я сняла ее со своей лампы, чтобы было удобнее показывать. Все. Чао-какао. Субтитры сделал DimaTorzok.